История социально-экономической мысли в России в 20 веке. Чаянов и Кондратьев. Лекция 2. Теория Чаянова и перестройка. Теория Чаянова парадоксальным образом в 90-е годы себя и подтвердила. И если хотите, оправдалась. Вот мы говорим, почему не реализовался оптимистический сценарий свободного развития крестьянско-фермерского в России. И, я напомню, были другие сценарии в начале 90-х, что произойдет коллапс полный. Что страна попадет в хаос, что она будет голодать, потому что ее совхозное и колхозное производство разрушено. Ничего на этой основе не создано. Но страна не голодала. Если мы посмотрим статистику 90-х годов, да, конечно, происходит громадный спад сельскохозяйственного производства. По многим показателям страна к концу 90-х откатывается на показатели начала 60-х по производству важнейших видов сельскохозяйственной продукции. Но, я бы сказал, не происходит голода. И, в общем-то, можно сказать, что питаться в 90-е в целом люди не стали хуже, чем в 80-е. И даже существует больше разнообразия товаров. В чем причина этого? Да, безусловно, импорт. Но обратите внимание, если вы смотрите структуру сельскохозяйственного производства, вдруг оказывается, что семейное хозяйство, правда, в мельчайших формах, в карликовых формах, личного подсобного хозяйства, оно демонстрирует рост совхозы с подпроизводства, колхозы с подпроизводства, фермеры в 90-е годы процента 2 производят. А на 60%, вот этой самой на 6 сотках, с лопатой, на 25 сотках в бывших колхозах, люди интенсифицируют свое сельскохозяйственное производство. Для того, чтобы выжить, они там, горожане получают дачи в начале 90-х, значит, крестьяне говорят, что теперь беспрепятственно можно, то там у них было 25 соток, а тоже можно полгектара или дектара. И в этих тяжелых условиях люди обращаются действительно к этому семейному труду. И именно прежде всего он, вот внутренний ресурс мобилизовал страны, и мы недооценим значение именно этого мелкого, мельчайшего семейного труда, который был вложен в 90-е годы для выживания и сельского, и городского населения в России. Сейчас он сокращается, кстати, сейчас уже ушло это поколение, сейчас считается это уже не проблема. Те же самые подмосковные дачи засеиваются газонной травкой, а вспомните, в 90-е там сплошь и рядом везде картошка, 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 ну и, конечно, огурцы, помидоры и так далее. Вот, это первое. Второе, значит, чьяновская теория семейного труда, семейного хозяйства, она универсальна. Она касается не только сельскохозяйственного производства. Чьянов подчеркивал, что часто можно и в труде ремесленника обнаружить те же самые мотивации и балансы между трудом и потреблением, которые свойственны крестьянскому хозяйству. И многие вот эти семейно-трудовые ценности и основы этой кооперации, пусть не в масштабах общества, но в масштабе взаимодействия отдельных семей, семейно-родственных связей, кланов, они широко были распространены именно в 90-е годы. Это так называемая неформальная экономика, которой мы тоже занимались, которую мы изучали. То есть, опять, по статистике получалось, что все российское население должно вымереть, потому что невозможно жить на зарплату учителя, офицера, кого угодно, официально государственную, в 95-м году, например. Но когда мы, вот в этих папках собраны материалы по реальной экономике начала 90-х годов, то ты там видишь, что этот самый реальный формальный доход, статистически фиксируемый, он составляет 25%. А еще 75% это заставляет вторичная и третичная занятость вот этого самого семейного труда, когда человек там частично работает где-то на селе путевым обходчиком на железной дороге, а у него еще есть огород с картофелем, а у него еще есть корова, и еще там с кем-то он обменивается с помощью этого межсемейного бартера, и таким образом он оптимизирует свой семейный бюджет и, в общем-то, борется за свое существование весьма-весьма достойным образом, хотя это и страшно тяжело, потому что, конечно же, это не панацея, вот, собственно говоря, убиваться над этими своими сотками. Но в то время, в то время это в такой, может быть, курьезной форме, но себя проявило это чаяновское развитие крестьянского хозяйства и вот этой межсемейной кооперации. Это уже 2000-е годы, когда после дефолта 98-го года вдруг обнаружилось, что, по крайней мере, в зерновом хозяйстве сельским хозяйством заниматься выгодно, что здесь можно получить прибыль и порой громадную прибыль. И в 90-е годы как раз приватизировали капиталы, прежде всего, в сырьевых отраслях. Девать эти капиталы некуда, и прежде всего, всякого рода олигархические структуры от никеля, от нефти, от алюминия. Говорят, смотрите, земля по дешевке валяется в России, да ее надо скупать, на наши деньги закупим современную импортную технику, комбайны, трактора. И, в общем-то, возродим, даже, так сказать, углубим и расширим так называемое колхозное и совхозное производство. И то, что мы имеем сейчас, это Чьянов тоже об этом писал. У него есть исследования по проблемам латифундии. Мы видим, как страна за это первое десятилетие 21 века превращается в страну гигантских латифундий, которые эти латифундии поглощают по 20-30 бедных, недобитых колхозов в 90-е годы. И здесь, собственно говоря, мы видим эволюцию страны по такому латиноамериканскому пути, где тоже объявляется все мелкое, невыгодное, что фермер, что семейное хозяйство, куда им тягаться с громадным агрохолдингом, с его финансовой мощью, с его организационными структурами. Ну, опять, в общем, это действительно кажется так. В реальности все гораздо сложнее, гораздо трагичнее, потому что опять существуют, скажем, тоже свои оптимумы управления сельским хозяйством. Уже и колхоз, и совхоз это испытывал. Очень трудно и на 5000 гектарах среднего колхоза, совхоза организовать эффективное управление. А у современных холдингов, где счет идет на сотни тысяч гектар земли порой, это тем более трудно. И, как правило, наши вот сейчас глянцевые журналы аналитические все больше пишут об успехах крупного и крупнейшего агробизнеса. Но они мало упоминают о его издержках, о чудовищной забюрократизированности, о проблемах тоже воспроизводства печально знаменитого колхозного совхозного воровства, но уже в условиях этих агрохолдингов. Все опять пишут об успехах, что создан такой холдинг, другой холдинг, но в 2000-е годы уже мы имеем целое кладбище динозавров. Многие из этих холдингов обанкрутились. Об этом мало кто пишет. Но в реальности, что еще более опасно, это, конечно же, тот же Маслов, коллега Чаянова, анализируя вот такой бесконтрольный рост лантифундистского производства, колхозного типа. Он вспоминал еще пление, которое говорил о лантифунде погубили Италию, и кажется, уже и провинции. То есть в целом это приводит к истощению социальных ресурсов сельской местности, к бесправию сельских жителей. Когда даже глава одного сельского района не имеет ресурсов власти, знаний по сравнению с каким-нибудь мощным агрокоролем, агроолигархом из Москвы, который полностью может полуобласти контролировать благодаря своим агрохолдингам. Поэтому здесь есть очень опасная проблема, о которой мы должны помнить, с точки зрения тех самых социальных оптимумов, которыми занимался Александр Васильевич Чаянов. В чем величие Чаяновской утопии? Что он попробовал смоделировать в начале XX века путешественному брату Алексея в страну крестьянской утопии модель, в которой в целом сельский мир обладает источниками собственного саморазвития, органического саморазвития. И он является определяющим для всей страны, в данном случае России, Москвы 1984 года. И можно говорить, что в 1920-е годы, в целом, если мы говорим о мировых проблемах, в 1920-е годы это была уникальная попытка поиска не только индустриального, но и сельского развития человечества. Во всем мире бурно развивается сельская кооперация. В странах Восточной Европы, прежде всего в крестьянских странах, рост сельских политических партий, сельских политических движений. Можно сказать, что крестьянские партии, там приходят власти в Болгарии, в Чехословакии. В 1920-е годы крестьяне требуют от советской власти создайте крестьянский союз, крестьянскую партию. И речь идет о том, что был поиск, собственно говоря, альтернатив индустриальному пути развития. Мы можем говорить, что это был утопический поиск, он не удался в конечном счете. Этот, кстати, поиск происходил и в Соединенных Штатах. Что в 1930-е годы все расставили на свои места, и, скажем, индустриальный путь развития победил окончательно, и он все побеждает. И во всем мире из села уходит молодежь. И во всем мире, в том числе и в европейских странах, в странах так называемого первого мира, это главная проблема. Вот фермер стареет, и он думает, а кому передать мое первоклассное фермерское хозяйство? В Германии, или в Америке, или в Японии. В Германии уходят дети в города. Во всем мире сельское население сокращается неудержимо. И главная проблема, это, собственно говоря, как спасти эту сельскую ткань, ткань сельского мира, эту социальную реальность. Все признают, что без нее, в общем-то, тяжело жить на свете. В двух планах. Первое, собственно говоря, в продовольственном, в том смысле, а кто будет землю обрабатывать, и кто будет производить сельскую продукцию. Второе, в культурно-экологическом. И опять, Запад может себе позволить такую роскошь, сохранять сельскую местность в виде так называемых постиндустриальных, постмодернистских ландшафтов. Когда фермеров в Англии, Англия тут пионер, переводят, говорят, да ладно, вы уж можете не обрабатывать землю, не выращивать свою сельскохозяйственную продукцию, этим будут в странах третьего мира заниматься. А вы вот сохраняйте чудесные бизанские ландшафты, к вам будут приезжать туристы, они в ваших хлевах будут переоборудованы в гостиницах жить, бед и брекфаст. Вы больше дохода получите, как хозяева этих сельских пансионатов на своих фермерских землях, чем то, что вы там традиционно, значит, разводите коров, овец и что-то там выращиваете. Вот. Но это пока вот некоторые такие островки, лакуны. Но главное, то есть, опять тоже, Соединенные Штаты, дети уходят в города, кому передать ферму, сельское население сокращается абсолютно, даже тот же фермер в Штатах, он сидит как сыч уже на, там, десятки километров, там есть еще какой-то следующий фермер, а человеку необходимо общение, а нет этого села, деревни, маленького городка. Происходит, скажем так, глобальная специализация тех или иных регионов в производстве сельскохозяйственной продукции. Ну, например, Штаты, Айова, вот Штат, с которым соревновался Хрущев в 50-е годы. Это Штат, который производил порядка 30-40 видов сельскохозяйственной продукции и экспортировал их по всему миру. Там, да, конечно же, зерно, это Средний Запад, но также там и персики, и яблоки, и чего там только не было. Но вот сейчас мировая конъюнктура рынка способствует тому, что прежде всего, вот, специализируйтесь жестким образом. И сейчас этот Штат только гонит в основном кукурузу, а отчасти зерновые. Все остальные 38 видов продукции, там, мед и прочее, прочее, производить невыгодно, потому что можно импортировать еще откуда-то. В результате Айова находится в очень плотевом состоянии, прежде всего в социальном смысле. То есть эти бесконечные маленькие городки, в которых поселилась перманентная депрессия, люди сидят на Велфере или просто уезжают. Американцы достаточно мобильные, там, где более благоприятная экономическая обстановка. Вот, поэтому можно говорить, что в целом, конечно же, хотя Мау говорил, что велик беспорядок в Поднебесной, следовательно, ситуация складывается превосходно. Ну вот для сельской сферы я бы сказал, что весьма-весьма непростые, нелегкие времена. Но тем более актуальные концепции Ичиянова, прежде всего, связаны с поиском развития оптимальных путей крупного и мелкого индустриального производства, со значением так называемого социального фактора. Когда вот он, например, говорил, что не все решает экономическая рентабельность, есть еще проблема социальной рентабельности. И вот с точки зрения социальной рентабельности, давайте посмотрим на наше село и на возможности его развития. Они буквально по годке, то есть разница, по-моему, то ли один старше другого на год, то ли другой младше другого на год. То есть они люди одного поколения. Вот. Значит, более того, вот с точки зрения эволюции идейных взглядов, Кондратьев в десятые больше проявляет себя как социалист. Вот такой, знаете, лакмусовая бумажка оценить по тому, у кого какая идейная позиция в 17-м году, это посмотреть, чего пишет тот или иной экономист по аграрному вопросу. И оба молодые профессора, а им обоим лет 28, в 17-м году выпускают книжки по аграрному вопросу, брошюрки. Да, тогда все писали, ну, страна аграрная, крестьянская и революция, и каждый старается зафиксировать свою особую точку зрения по аграрному вопросу. Так вот, Кондратьев в своем сочинении, это типичный эсер, я бы сказал, такой эсер-центрист, который всячески ратует за социализацию земли. Социализация земли, это, собственно говоря, идея того, что не должно никоим образом существовать частной собственности на землю, что должно быть уравнительное крестьянское землепользование. А Чиянов в своем аграрном вопросе, опять с точки зрения многокладности, он говорит, надо с уважением относиться к разным концепциям и к частной собственности на землю, и муниципализации земли. Но он говорит, ну, в наших условиях, пожалуй, предпочтительнее была бы национализация земли. То есть Чиянов проявляет себя здесь как государственник, не как государственник-большевик, но он исходит именно из того, что в условиях России действительно государство это очень мощная сила. И в данном случае тут ситуация национализации с долговременной арендой для сельхозпроизводителей. И, между прочим, сейчас многие говорят, что это был бы для нас в 90-е и 2000-е годы, пожалуй, оптимальный путь. Потому что когда популистки заявили, вот всем землю отдать, тем, кто ее обрабатывает, поделить все по паям, в реальности оказалось, что мало кто способен ее обрабатывать. Возник законодательный хаос 90-х годов. И в результате через 20 лет земля стала прежде всего предметом забав и манипуляций земельных спекулянтов. А вот те самые, ради которых все делили на паи, они, собственно говоря, от этого мало чего получили. И по политическим воззрениям в 1917 году Кондратьев в СССР, Чиянов НС, народный социалист. Народный социалист, это, можно говорить, самое умеренное позднее течение в СССРах, которое придерживается весьма таких умеренных центристских позиций в спектре политических партий образца 1917 года. А что происходит дальше? Дальше, собственно говоря, Чиянов, пожалуй, он таким народным социалистом, хотя все партии запрещены народным социалистом, он остается и в 1920-е годы. А вот Кондратьев занимает уже такие более трезвые, я бы сказал, буржуазные позиции. Он порывается своим этим прошлым эсеровским, он достаточно прагматично пишет о значении, влиянии фермерского пути развития на основе развития и укрепления рыночных отношений. И с точки зрения спектра своих экономических воззрений, он занимает более правую позицию по сравнению с Чияновым в 1920-е годы. Вот он скептически относится к идеям особого крестьянского пути развития. Но опять надо сказать, что если Чиянов достаточно успешно сотрудничал с советской властью в период гражданской войны, он в начале 1918-х годов писал о том, что большевики там безумцы, что они наделали, все разломали. Но потом достаточно быстро приходит к выводу, что надо сотрудничать с советской властью. И он ценный специалист, его привлекают в создание первых исследовательских институтов. Он в Темирязевке собирает очень хорошую команду профессоров. То у Кондратьева есть проблемы с советской властью. Он там попадает, кстати, под суд по эсеровскому процессу в начале 1920-х годов. И именно Чиянов после этого приглашает Кондратьева работать в свои структуры. Там Кондратьев очень быстро проявляет себя как самостоятельный исследователь, руководитель. Создает свой собственный конъюнктурный институт, отпочковывается уже от Чиянова. И можно говорить, что в 1920-е годы между ними существует такая умеренная полемика между Чияновским и Кондратьевским видением реальности. Кондратьев больше выступает действительно за развитие частно-хозяйственной инициативы, больше за рынок. Чиянов, подчеркивая, что рынок необходим, тем не менее, больше ориентирован на поиск социально ориентированной кооперации и на сотрудничество с государством, на значение государственного фактора в трансформации российской экономики. Но тем не менее, когда происходит погром самостоятельного крестьянского движения, мышления, производства в конце 20-х, в начале 30-х годов, Сталин их объединяет по одному процессу. И они, в общем-то, все через тире проходят. Чиянов, Кондратьев, Трудовая крестьянская партия. И оба они подвергаются репрессиям. Дополнительная информация. Мог ли выжить Чиянов в годы репрессий? Мы предпринимали исследование судьбы Чиянова в 30-е годы. Он в 34-м году был выслан в Алмату. И он всячески стремился вернуться к полноценной академической жизни. Опять там ситуация была. Его сослали на поселение. И вот там ситуация на местах. С одной стороны, там местные власти, партийные, государственные, казахстанское руководство ощущают, что к ним прислали величину мирового значения. И им охота что-то сделать для него, чтобы, с одной стороны, получить его рекомендации для развития местного сельского хозяйства. С другой стороны, непонятно, как судьба повернется. То есть, как с ним обращаться. То есть, гнобить его и дальше там всячески не давать ему жить. А вдруг Москва скажет, вернуть, реабилитировать, и он вернется во славе и в почестях обратно в Москву. Поэтому, когда мы изучали судьбу Чиянова в это время, то там видно, что местное руководство даже каким-то образом пыталось создать ему относительно комфортные условия для работы. Его привлекают к созданию сельскохозяйственной выставки в Казахстане. Он пишет ряд работ. Кстати, последняя его работа по казахстанскому колхозному животноводству. А с другой стороны, существует другая партия таких вот идейных коммунистов, стукачей, которые говорят, что разве можно врагу предоставлять трибуну, чтобы он еще что-то писал. Все равно он будет всегда вредителем, сколько волка не корми. И в 1937 году, это тоже очень интересно, Чиянов погиб. Но прежде чем погиб Чиянов, расстреляли тех партийных деятелей, которые в Алма-Ате как-то пытались его поддержать и создать условия для его плодотворной работы. Опять, когда возникает вопрос, почему все-таки мог ли выжить. То есть, на мой взгляд, у советской власти, сталинского руководства существовало гениальное политическое чутье именно на политических лидеров. Чиянов и Кондратьев, они были не просто учеными-экономистами. Из их идей, из их книг следовали политические выводы. И они осознавали, что это не просто ученые, но в некоторой степени это политико-интеллектуальные лидеры направлений. И поэтому, когда думаешь, да, могли расстрелять и Чилинцева, и Макарова, ну вот они выжили. Но Чиянова не могли не расстрелять, потому что это действительно был интеллектуальный лидер, из учения которого, из работ которого, следовали глубоко политические выводы, что существующий режим, скажем так, возможно помыслить и другие режимы. Уже то, что возможно помыслить и другие режимы, каралось смертной казнью в 30-е годы. Судьба научных наследий Чиянова и Кондратьева. А трудно сказать, кого насколько забыли, кому насколько повезло. То есть, мне кажется, что сразу после процесса на Трудовой крестьянской партии Чиянова забыли плотнее и основательнее. Существуют знаменитые вопросы вождям коммунистических партий. Задавали такой вопрос Мао и Сталину, какой уклон опаснее, правый или левый. И Сталин ответил, странный вопрос, оба хуже. А Мао ответил, тот, с которым меньше боролись. Значит, оба, мне кажется, мудрые высказывания диктаторов. Я считаю, что там не разбирались в 30-м году в сути их воззрений. Там действовали по принципу оба хуже. И вот это была, собственно говоря, политика сталинского руководства. В 30-е годы везде побеждают диктаторские режимы. Происходит погром этого самого, скажем, аграрного знания и аграрного движения по всей Восточной Европе, в том числе и Германии. И там идея какого-то особого пути, особого крестьянского. Потом тут еще мировая война. Что-то выживает в произведениях Чиянова, переведенных на ряд западных языков. И не только западных. Кстати, в Японии переведен Чиянов уже в 20-е, в 30-е. В Германии переведен. Но, тем не менее, сама по себе тема крестьянства, особого крестьянского пути, крестьянская мотивация, она не в моде. Где-то с 30-е по 50-е годы. Опять же, почему вдруг заинтересовались Чияновым? Потому что в 60-е происходит слома колониальной системы. Масса стран третьего мира получает независимость. Стандартно ориентированные на западные модели ученые говорят, что все нормально. Там Египет и Индия пойдут по пути западных демократий. Они не идут ни в верхах, ни внизу. И экономическое и политическое развитие идет какими-то особыми путями. И вот когда изучают, что происходит внизу, в толще этих крестьянских хозяйств, вдруг обнаруживается, что они проявляют особую рациональность. Эта рациональность прекрасно описывается в моделях этого русского ученого Чиянова. И тут происходит бум Чияноведения. Говорят, оказывается, он писал не только о крестьянских хозяйствах, но и об особых альтернативных путях экономического развития. Да, в 60-е все 60-е и 70-е мода на Чиянова. А с Кондратьевым его не забыли как Чиянова в 30-е и 40-е и 50-е в западной мысли, потому что, собственно говоря, проблема экономических циклов, она наиважнейшая и имеет свою историю. И такой замечательный, великий австроамериканский экономист Йозеф Шумпетер, когда исследовал проблему циклов и собирал информацию по циклам, еще этим он занимался в 30-е годы, он обратил внимание и на кондратьевские работы. Они, к счастью, тоже были уже переведены на английский язык. И именно Шумпетер уже в 30-е и 40-е не дал имени Кондратьева заглохнуть. И Кондратьева, по крайней мере специалисты по циклам, знали благодаря Шумпетеру в 30-е и 40-е и 50-е годы. А когда вот опять обострилась проблема циклов и кризисов в 70-е годы, Кондратьева стали изучать уже более углубленно. Кстати, и в СССР уже обратили на него внимание в связи с тем, что как раз начинается стагнация советской экономики в 70-80-е годы, когда наши экономисты ломают голову над этими проблемами, тоже начинают ссылаться. А вот если с точки зрения кондратьевских циклов, может быть, можно объяснить эту ситуацию. Вот как дело обстоит, мне представляется, с балансом этих имен, наследия Чьянова и Кондратьева после их гибели. Дополнительная информация. Читал ли Сталин работы Чьянова и где его архивы? Он читал работы Чьянова. Кстати, опять, пусть это он был там и самоучка, без высшего образования, но то, что он читал работы Чьянова, это безусловно. И более того, вот есть такая версия, что как раз в 29-30 году именно Чьянову Сталин заказал специальную теоретико-экономическую работу «Автаркия». Вот как раз «Страны за железным занавесом». И Чьянов писал эту работу. И, по крайней мере, по тем статьям, которые были опубликованы в 30-е годы, примерно можно представить себе контуры этой работы. И Чьянов, если мы посмотрим протоколы допросов, он говорит, я вот завершил там работу, очень важную для социалистического земледелия, для социалистического народного хозяйства. Но следы автаркии и, кстати, всего громадного архивного наследия Чьяновского института, института сельского хозяйства и экономической политики, они оказались утеряны. И это, я бы сказал, история более детективная, чем история библиотеки Ивана Грозного. Существует такая версия, такая легенда существует, что наследие организационно-производственной школы, института Чьянова, оно в 40-е-50-е годы было перевезено в так называемые Елутерские архивы. То есть были созданы такие глубоко секретные архивы в городе Елутеровск, в Западной Сибири, где должна была храниться самая разнообразная научно-техническая информация СССР. Причем и в разных отраслях науки, ну и в том числе сельского хозяйства. И что вот она, так сказать, хранилась необработанная, секретная, никто к ней не имел доступа. В годы кризиса, в 90-е годы якобы решалась судьба этих архивов, потому что не хватало средств на их содержание, на выплату зарплаты сотрудникам. И в конце концов было принято решение просто залить бетоном, создать своеобразный такой саркофаг над этим хранилищем научно-технической документации времен СССР. И таким образом просто пока отложить решение этой проблемы. Сейчас уже проблема не с тем, где найти труды Чиянова и Кондратьева. Основные труды, основные идеи их опубликованы. И не проблема почитать того и другого. Может быть, Чиянова все-таки публикует несколько больше. И в силу того, что у него был несколько шире, скажем так, диапазонный спектр интересов исследовательских. И что Чиянов, опять же, вот он сейчас, прежде всего, в мировой науке больше воспринимается не как даже экономист, а как социолог, как антрополог, как историк. Вот, собственно говоря, на мой взгляд, они достаточно опубликованы. Но просто общая апатия, абсентиизм, которые поразили нашу науку, они, в общем-то, сказываются на том, что, на мой взгляд, в недостаточной мере интересуются трудами, как Чиянова и Кондратьева. Даже уже сейчас опубликованы. Есть фонд Кондратьева, есть фонд Чиянова. Они могут там дать квалифицированную справку о состоянии наследия того и другого ученого, экономиста. И, опять же, на мой взгляд, необходимо еще обратить внимание на работы их современников, где можно найти замечательные и, на мой взгляд, очень ценные идеи для понимания развития советской экономики 20-х годов и долговременных перспектив в целом российского общества. Экономисты Круга Чиянов Была целая плеяда экономистов и даже, я бы сказал, мыслителей. На мой взгляд, опять, что в конечном счете от ученого остается, это аналитическая модель. И можно сказать, что наиболее оригинальные аналитические модели дали Кондратьев и Чиянов. То есть, у Чиянова это теория трудового крестьянского хозяйства, идущего по кооперативному пути развития. И вот это незаконченная его система многоукладной экономики. Кондратьев это, прежде всего, конечно, экономические циклы, но тоже в междисциплинарном аспекте, потому что это и социально-экономические, и культурные циклы, если хотите. Туда массу фактов набил Кондратьев и проинтерпретировал в своей модели циклов. Но, конечно же, вокруг них были коллеги, которые по интеллекту, по профессиональным знаниям им ничуть не уступали. И если говорить о так называемой школе Чиянова, то здесь, прежде всего, надо назвать таких ученых, как Чилинцев, Макаров, Рыбников, Минин, Студенский. Вот еще, пожалуй, пятерка профессоров. Кратко охарактеризовать, если каждого из них, Чилинцев фактически первым высказал идеи трудопотребительского баланса и особой мотивации трудового крестьянского хозяйства. И вот современный молодой ученый Крамер, значит, преподаватель в МГУ, вот он выпустил книгу и пишет статьи, в которых доказывает, что, знаете, это даже несколько несправедливо, что вся слава досталась Чиянову. Хотя Чилинцев за десятилетия до Чиянова, он вот высказал идеи, которые фактически развил и популяризировал Чиянов. Есть такая точка зрения. Ну, они были коллеги. И, кстати, Чиянов с большим уважением относился к Чилинцеву. В то время называлась эта теория Чилинцева-Чиянова. И Чиянов с точки зрения этих инсайтов и находок, он признавал, что Чилинцев был первый. И почему мы знаем только Чиянов? Чиянов, скажем так, довел это до степени изящных моделей. А Чилинцев до степени изящных моделей не довел идеи трудового крестьянского хозяйства. И вообще, скажем так, писал достаточно тяжеловесно. Здесь интересна, например, судьба Геннадия Студенского. Он был самый молодой в этой плеяде, в этой шестерке профессоров организационно-производственной школы. Если на момент репрессии по процессу трудовой крестьянской партии Чиянову-Кондратьеву где-то 42-43 года, то Студенскому был где-то 30-31 год. И он имел свое особое мнение. Он сначала поддерживал Чияновскую теорию трудопотребительского баланса, потом высказывал достаточно скептическое и критическое отношение к ней. Но главное, вот вы говорите, вот бывали в Америке Студенский, уже в 29-м году был в Америке. Одно дело Кондратьев и Личьянов, понимаете, там 25-26-27 год, там действительно непонятно, что получится. Уже в 29-м было ясно, что происходит в СССР. Ужаснейшие ситуации, все в ужасе. И он в это время находится в Штатах, в долговременной командировке, и он возвращается. И он в этот момент пишет очень интересную работу о прогрессе сельского хозяйства, где фактически выдвигает собственную альтернативную Кондратьеву систему социально-экономических циклов, имеющих источник в сельскохозяйственной сфере. Опять, он называет, что это только работа-гипотеза, что еще требуется громадная работа по тому, чтобы эту гипотезу фундаментально обосновать. Но ему этого не дали. И он там же в 30-м году покончил жизнь самоубийством. Он повесился в тюрьме во время допросов по делу Трудовой и Крестьянской партии. Надо, безусловно, сказать о таком замечательном экономисте, как Лев Литошенко. Это экономист, безусловно, уровня Чиянова и Кондратьева со своей собственной позицией, точкой зрения. Буржуазный экономист в самом хорошем смысле этого слова, который бесстрашно после 1917 года критиковал большевистский курс. И вот это тоже такая позиция имеет место, которая доказывала, что в принципе все эти процессы социализации, национализации, кооперирования, колхозов, они тупиковые, ничего из этого не выйдет. Главное, надо ставку сделать на развитие либеральной рыночной экономики, на формирование крепкого крестьянина, фермера. Фактически это была Столыпинская позиция, но бесстрашно озвучиваемая в 20-е годы. И Литошенко был одним из ярых критиков Чиянова и его коллег. И еще в 1923 году он выпускает брошюру, посвященную критике Чияновской школы. И он вводит так называемые номинования школы Чиянова и его коллег как неонародников. Вот критики, когда говорят, что вот неонародник Чиянов, неонародник Чиянов, это не марксисты придумали этот ярлык, его придумал Литошенко. Он был очень яркий полемист, порой, я бы сказал, на грани фола, очень обидно он писал. Опять, в 1925-1926 году он уезжает в Штаты и целый год работает там плодотворно в Калифорнии на создании русско-американского исследовательского института, основная цель института социально-экономических исследований. И он тоже возвращается в Россию. И если говорить о основных направлениях его исследований, да, это аграрная экономика, и начинает он работать. И он тоже ровесник Чияновича и Кондратьева, они тоже по годке-одногодке буквально. Он отличается тем, что действительно вот в десятые годы это такой яркий ученый-публицист, обосновывавший прежде всего значение Столыпинской реформы, развитие фермерского хозяйства. Но он интересен тем, что в 20-е он работает не только над проблемами крестьянских бюджетов, и опять плюрализм. То есть они, скажем, на академических ножах с Чияновым еще до революции. Литошенко возглавляет партию ученых-аграрников так называемого в Харьковском направлении, которые говорят, что главный это сильный, крепкий хозяин, вот тот самый кулак, фермер. Вот Чиянов и его коллеги пишут о том, что есть разные типы развития и эволюции сельского хозяйства. Он насчитывает шесть типов крестьянских хозяйств, высшие типы, да, там самые богатые, мощные, это фермерские, там и кулакские. Но тем не менее надо делать ставку на середняка, на типичного крестьянина, как его развивать с помощью, прежде всего, кооперации развивать. Вот в чем разница их позиций. Но Литошенко не только аграрник-экономист, он занимается и макроэкономическими вопросами, проблемами национального дохода, проблемами народно-хозяйственного баланса, изучает, кстати, и вот американскую экономику, и сельское хозяйство, и национальный доход Америки, сравнивает Америку с Россией. И злая ирония судьбы, я бы сказал, заключается в том, что, в общем-то, Литошенко и Чиянов были серьезными противниками. Ну а с точки зрения понимания социально-экономической ситуации и возможных альтернатив развития российской экономики, Сталин их обоих сажает по одному и тому же процессу трудовой крестьянской партии. Я бы сказал, Литошенко, который всю жизнь критиковал как раз Чиянова, его коллег, и всю эту идею трудопотребительского, крестьянского особого пути развития, его усаживают вместе с Кондратьевым и Чияновым. Кстати, Кондратьев тоже в некоторой степени мало имеет отношения к трудопотребительству, к процессу, самим так называемым идеям о трудовой крестьянской партии, потому что более поздний этап его интеллектуального развития, это, можно сказать, практически буржуазный экономист, не имеющий каких-то особых иллюзий, особого сельского пути развития, которые с точки зрения Кондратьева и Литошенко разделяли Чиянов и его коллеги. Но их все вместе, и шестерку профессоров организационно-производственного направления, и Литошенко, и Кондратьева стараются упечь на одну скамью подсудимых. Единственное, по-видимому, я думаю, там все опять есть оттенки в нюансах, когда рассуждают, а почему такому дали такой срок. Литошенко из всех коллег получает минимальный срок. Хотя, вроде бы, это парадокс. Он наиболее буржуазный экономист. Он в 20-е годы позволяет себе так критиковать большевистей режим, как никто, как ни Кондратьев, ни Чиянов, но ему дают там всего лишь 4 года, и раньше его пускают, и он там может жить и в Москве, и в Саратове в середине 30-х годов. Опять мы можем только гадать. Сталинская карательная машина чудовищно и рационалистична. И почему того убили, а того оставили в живых, того упекли на такой срок, а тому дали поменьше, это очень трудно объяснить. Но одна из версий, что Литошенко именно за свою критику Чиянова и его коллег, за то, что он был такой прогрессист и говорил все это народнические и ненароднические иллюзии, вот, собственно говоря, его советская власть оценила. И хотя опять смешно, вроде бы человек всю жизнь их критиковал, его приписывают к этому же направлению, но с другой стороны дают меньший срок. Но с точки зрения уже гибели, во времена большого террора, значит, Чиянов расстрелян во дворе Алматинской тюрьмы, Кондратьев здесь на подмосковном полигоне расстрелян, Литошенко арестовывается, его направляют на Колыму, и там на Колыме он изгинул. В 1942 году последние сведения есть, мы точно не знаем ни места его захоронения, ни конкретных обстоятельств его гибели. Значит, опять, когда переживают исследователи, спрашивают, был ли шанс у кого-то выжить в этой машине репрессии, Макаров, Чилинцев выжили, ну как, они тоже, значит, находились в тюрьме, потом в середине 30-х их выпустили на свободу и не арестовали вторично во время великого террора. Значит, у Макарова судьба сложилась драматично, он работал экономистом, счетоводом в одном из крупных совхозов на юге России, и когда немцы захватили Украину, они сразу вычислили, что это аграрная звезда первоклассной величины, и предлагали Макарову сотрудничество всяческое. Вот, Макаров отказался, и более того, он участвовал в партизанском движении. Вот, и советская власть, в общем-то, его оценила за это, и уже в 40-е годы ему была предоставлена кафедра, по-моему, в Донецком университете, и, в общем, он даже и в 50-е, и в 60-е годы публиковал свои работы. Вот, Чилинцев, Чилинцев также в 40-е и в 50-е годы у него появилась возможность вернуться к академической работе. Вот, и я в архивах смотрел, в общем-то, их поздние публикации, материалы. Вот, бедный Чилинцев, он умер в 62-м году, почти под 90 лет, он был, наоборот, старше, он с 74-го года. Это Литошенко, Кондратьев, Чиянов, это примерно 86-й, 87-й, 88-й годы рождения, Чилинцев, 74-го года. Вот, и он уже был такой подслеповатый, старенький профессор, но вот он тоже в 50-е писал, писал Хрущеву свои рекомендации, что надо сельским хозяйством, он писал, что если мы так будем обращаться с нашими колхозами, мы никогда Америку не догоним, а в то же время все постарались Америку догнать. Вот, если говорить еще о коллегах Рыбников и Минин, Рыбников, специалист в экономической географии, профессор Александр Рыбников, Минин, Алексей Минин, он был профессором Воронежского университета. С Чияновым у них были самые теплые отношения, и часто говорили, что Минин — это альтер-эго Чиянова, то есть они были единомышленники в самом высоком смысле этого слова, и считается, вот, путешествие моего брата Алексея в страну крестьянской утопии, вот слово Алексей, и там вот эти мотивы навеяны именно этим таким очень тесным, плодотворным сотрудничеством, они были большие друзья, и так и Рыбников, и Минин тоже были расстреляны в годы большого террора. Поэтому, когда пытаются осознать, собственно говоря, почему этот выжил, а почему этот не выжил, а сколько кому дали, ну невозможно понять, что это происходило. То есть тут, мне кажется, громадный, чудовищный, субъективный фактор. Конец второй лекции